В декабре в мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблей. Россия в числе первых стран подписала конвенцию, которая вступила в силу в декабре 2005 года. Документ обязывает подписавшие его государство объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. С вами программа «Вызов принят». Здравствуйте! Противодействию коррупции в последнее время уделяется значительное внимание. Это очевидно. Понятие широкое, которое включает не только борьбу с коррупцией, то есть действия по выявлению, пресечению и расследованию преступлений, но и работу по профилактике и формированию нетерпимого отношения в обществе к коррупции. За 9 месяцев, согласно статистической отчетности, наше управление, следственного комитета, возбудило 92 уголовных дела коррупционной направленности. И почти половину из них составляют дела о фактах взяточничества, то есть получение и дача взяток. Дача взяток – это 4 дела, получение – это 40 дел. Вот эти вот мифы, которые нам насаждают, а наши, например, неполноценности. Вот мы – самый вороватый народ. У нас коррупция – это национальный вид спорта. Да черта с два. Вот черта с два. Я, не имея профильного исторического образования, могу рассказать вам столько на эту тему. Ждек Владимирович, я могу часами про это говорить, о том, на каких исторических периодах это было, процитировать вам священные книги. От Торы до Библии нашей, где написано и в Коране даже, и дающий, берущий, будет гореть в аду. Это было в самых древних законах. Это характерно для любой исторической формации. По состоянию на сегодняшний день в суд направлено 37 дел. Из них 28 по факту взяточничества. 41 человек сел на скамью подсудимых. Им инкриминируется в общей сложности 111 коррупционных преступлений, в том числе 55 тяжких и особо тяжких. Законодатели тоже не стоят на месте. Ужесточились наказания за преступления коррупционной направленности. Так, теперь лицо в случае получения взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей. В случае, если лицо получило взятку в значительном размере, то в том числе лицо наказывается штрафом в размере от 200 тысяч рублей до 1 миллиона 500 тысяч рублей. В случае получения должностным лицом взятки за незаконное действие либо бездействие, лицо наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Также изменили санкции и части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь, если лицо получило взятку в крупном размере, то оно может быть приговорено судом к наказанию и введя штрафом в размере от 2 до 4 миллионов рублей. Если лицо получило взятку в особо крупном размере, то оно наказывается штрафом в размере от 3 до 5 миллионов рублей. Комплекс мероприятий, формирующих негативное восприятие самой модели коррупционного поведения, проводится регулярно. В преддверии дня борьбы с коррупцией следственным управлением Следственного комитета проведен детский конкурс рисунков, где самые юные горожане выразили свое отношение к преступлениям этой направленности. 8 декабря, накануне Международного дня борьбы с коррупцией, в суд отправилось очередное громкое дело. На этот раз в мошенничестве в особо крупном размере обвиняют сотрудника полиции. Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего следователя одного из районных отделов Следственного управления при ОМВД России по городу Рязани. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 в статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в крупном и особо крупном размерах». По версии следствия, в августе 2014 года обвиняемый с целью незаконного материального обогащения договорился с гражданином, занимающимся незаконной реализацией алкоголя в городе Рязани, обеспечить непривлечение его к установленной законам ответственности. Для этого гражданин должен был передавать ежемесячно денежные средства в сумме 70 тысяч рублей якобы в качестве взятки для должностных лиц районного отдела полиции, уполномоченных реагировать на факты незаконной продажи алкоголя. При этом злоумышленник заведомо не намеревался исполнять свое обещание о передаче денег, в связи с чем обвиняемый ежемесячно с сентября 2014 по июль 2015 года получал от гражданина оговоренную сумму якобы для передачи в качестве взятки, получив тем самым в общей сложности 770 тысяч рублей. Кроме того, в ходе следствия установлено, что в указанный период времени обвиняемый получил от того же гражданина под предлогом передачи, уполномоченным сотрудником полиции, еще 150 тысяч рублей за устранение конкурента, также занимавшегося незаконной реализацией алкоголя. Обвиняемый вину в инкриминируемых ему преступных эпизодах не признает. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения заместителем прокурора области обвинительного заключения направлено в суд. Дело направлено в суд, вынесен приговор, он в настоящее время в законную силу не вступил, обжалуется стороной защиты. Ноздрин был задержан 11 августа прошлого года за получение взятки в размере 500 тысяч рублей. Взятка датель, руководитель сельхозпредприятия в Александроневском районе ОАО имени генерала Скобелева Михаил Глазков. Заключение под стражу замминистру сменили домашним арестом, как только он начал сотрудничать со следствием. По версии следствия, деньги от Глазкова Ноздрин брал в качестве отката за предоставление субсидий. Следствие установило и суд счел это утверждение доказанным, что Ноздрин набрал от подопечных аграриев еще взяток на 140 тысяч рублей за совершение действий по оказанию мер господдержки в интересах возглавляемых ими предприятий. Здесь не делается исключений ни для кого. И все должностные лица, какую должность они бы не занимали при совершении преступления, безусловно несут ответственность за его совершение, ни статус, ни какое-либо иное обстоятельство не влияют на то, что безусловно осуществляется принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление. Следующий пример характеризует принцип неотвратимости наказания. Уже наказаны рязанские налоговики, построившие целую коррупционную пирамиду. 27 января 2014 года по ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области обвиняемому во взяточничестве налоговику Алексею Новикову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, следователи установили, что Алексей Новиков в январе 2014 года вступил в сговор с начальником одной из межрайонных налоговых инспекций и его замом, чтобы получать от представителей Рязанского сельхозпредприятия взятку в размере более полутора миллионов рублей за возмещение НДС. Делом по расследованию особо важных дел в суд направлены уголовные дела о получении взяток руководителями областного управления, Федеральной налоговой службы по Рязанской области, а также ряда инспекций. Вынесены приговоры судами, они вступили в законную силу и назначены достаточно весомые меры наказания данным виновным лицам. Уголовное дело возбудили после того, как сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ России днем 23 января 2014 года задержали Новикова при получении им в служебном кабинете взятки в размере 1 миллион 140 тысяч рублей. С этого момента следователям удалось установить и доказать целую систему преступных действий налоговиков. Для этого в рамках расследования был проведен ряд сложных судебных экспертиз, в том числе фоноскопические, почерковедческие, дактилоскопические. Допрошено более 50 свидетелей. Объем уголовного дела составил 44 тома. Приговором суда Новикову назначили 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Анисимову 5 лет лишения свободы, Чернышову 4 года лишения свободы, Редькину 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Каждому придется выплатить крупный штраф. В начале года вступил в силу приговор экс-главе УГИБДД Алфосову и его бывшим подчиненным. Напомним, Алфосов приговорен к 5 годам и 3 месяцам заключения и штрафу в размере 8 миллионов рублей. По 5 лет тюрьмы получили его подельники. Все трое будут отбывать срок в колонии общего режима. В ходе судебного следствия, которое длилось 1 год и 3 месяца, установлено, что руководство областного управления ГИБДД принуждало подчиненных сотрудников осуществлять выдачу так называемых красивых номеров и водительских удостоверений за денежное вознаграждение. Деньги обвиняемые получали от сотрудников управления за общее покровительство и попустительство по службе. Взятки получались от предпринимателей за непривлечение их к административной ответственности и выделение служебных автомобилей сопровождения при перевозке организации крупногабаритных грузов. Суд исследовал все доказательства, представленные стороной обвинений, в том числе допрошено 200 свидетелей, исследованы письменные доказательства и вещдоки. Всего вменено незаконное получение денежных средств на общую сумму около 2 миллионов рублей. Кроме того, по данным следствия, в июле 2011 года Алфосов приобрел на свое имя диплом кандидата экономических наук, который представил в кадровую службу и Центр финансового обеспечения ОМВД России Баризанской области для установления на отбавки за ученую степень. В результате размер незаконных выплат Алфосову составил около 13 тысяч рублей ежемесячно. Приговор был оглашен в советском суде Рязани год назад, 4 декабря. Приговор вынесен достаточно давно. Сейчас уже, скажу больше, сроки отбывания наказания подходят к завершению. И в следующем году данные лица подлежат освобождению. Действительно было огромное уголовное дело, сложное по доказыванию. Но следователи Следственного комитета с честью справились с поставленной задачей. Дело было направлено в суд, вынесен обвинительный приговор. Статистика борьбы с коррупцией за два дня, ноября 2016 года, выглядит так. 16 ноября в Москве задержан вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Аганисян. 16 ноября Следственный комитет возбудил дело в отношении мэра Переславля-Залесского Ярославской области Дмитрия Кошурникова и топ-менеджеров компании НТФарма. Их подозревают в растрате 1 миллиарда рублей компании Роснано. 16 ноября из республики Северная Осетия Алания пришло сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя территориального управления Росимущества. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По сведениям местных СМИ, речь идет об Алане Цабиеве. Его обвиняют в превышении полномочий, вследствие чего земельные участки во Владикавказе фактической стоимостью более 62 миллионов рублей были проданы по заведомо заниженной стоимости за 1,5 миллиона. 16 ноября Следственный комитет Российской Федерации по Волгоградской области сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении главы села Усть-Грязнуха Камышинского района. Он вымогал взятку в размере 1 миллиона рублей у местного предпринимателя, который незаконно производил выемку песчаного грунта в ущерб плодородному слою почвы. 15 ноября задержан теперь уже бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. В тот же день задержаны двое вице-губернаторов Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко, а также целые команды сотрудников местного следственного комитета во главе с руководителем управления генерал-майором Сергеем Калинкиным. Вроде бы все меняется к лучшему. Только за несколько дней на взятках были пойманы 8 крупных чиновников. Каждый день в средствах массовой информации мы видим сообщения о том или ином громком коррупционном преступлении, выявленном правоохранительными органами, уголовных делах направленных в суд, привлеченных в высокопоставленных должностных лицах и крупных размерах взяток. Рязанская область не остается в стороне от этих событий. Напротив, в авангарде этого движения мы ежегодно осуществляем системную работу по выявлению коррупции, привлекаем к уголовной ответственности высокопоставленных должностных лиц, получающих незаконные денежные вознаграждения в крупных, особо крупных размерах, направляем уголовные дела в суд. И итогом нашей деятельности является вынесение судом обвинительных приговоров, где данные, в том числе высокопоставленные должностные лица, привлекаются к ответственности, признаются виновными, назначаются различные виды наказания. В последнее время мы видим, что в задержании тех лиц, которые, по мнению следственных или правоохранительных органов, имеют отношение к коррупции, нет неприкасаемых. Мы видим сегодня тот уровень чиновников, которые уже таким, соответственно, задержанием подвергнуты. Другими словами, перед законом все должны быть равны, как бы банально не звучала эта набившая оскомину фраза. Другого пути в борьбе с коррупцией пока нигде в мире не придумали. С вами была программа «Вызов принят». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова